всем привет дорогие друзья упс забыл что я показываю кран в этот раз добро пожаловать так сказать в education of the frag я попросил космонавта точнее как ну как-то диалог так зашел космонавт не скинул в общем девочек я давно хотел сделать эту рубрику потому что я этим принципе промышляю давненько с американскими товарищами там тут с папе силе ну их не знаете но не игра ты фраг я им помогаю космонавт не скинул дымочек я их посмотрел ну не все прямо но посмотрел значит в чем заключается данная рубрика ну или не рубрика хуй знает как назвать в общем заключается на в том что ну желательно вообще иметь собеседника под рукой чтобы задавать какие-то вопросы чтобы был какой-то диалог потому что принципе понятнее быстрее так далее потому что и не за ну попробуем так если так пойдет то ок в общем-то заключается в том что я разбираю я могу рассказывать по поводу роутов которые человек может сделать исходя из того что он делает как бы то есть какие-то изменения в роуте которые будут полезны либо просто что поиграть например чтобы улучшить вот это там или как вообще улучшить то или иное как бы да ну такие моменты более глубоко в общем зарываемся в определенного человека и разбираем его демки не как на варкапе бегло а более подробно очень большое вступление исправлюсь в следующий раз ничего страшного потерпите ну давайте с бага начнем да каким какие здесь мы можем нюансы выделить вообще сразу до 1 подбор подробный разбор вообще я приготовил себе рисовалку типа которая скорее всего не знаю не знаю как будет работать потому что она типа ключит но возможно мы обойдемся без нее в общем то мы видим да что 520 circle это не circle нужно самое первое что на картах ну то есть чего начать да нужно стараться делать хороший circle если хороший circle не получается в любом случае он начнет получаться если стараться его делать поэтому как бы circle это очень важно и 520 давайте еще раз даже ой я забыл скил убрать если как бы не торопиться на старте да сколько у нас 7 минут сервер тайм если не не торопиться на старте то есть вот он пошел и как-то даже прыгнул не там не в том них не в том углу будем не он говорить а ты потому что мы общаемся непосредственно с космос космонавтом надо как-то привыкнуть в общем то здесь ладно здесь в остальном все приятно все нормально здесь принципе все приятно то что я увидел меня принципе порадовало что и плазма здесь и плазма там почему бы нет здесь конечно же хорошо бы падать на джимпад но я об этом говорил еще на обзоре и вот здесь вот такой один из основных моментов ты берешь ракету и останавливаешься в стены просто останавливаешься а потом делаешь руки джам то есть вот эти же 800 у тебя могли бы быть если бы ты просто продолжал прыгать взял ракету на лету так сайда во время прыжка и отстреливался бы сразу от стены тут в принципе не так далеко не так высоко как бы тут как-то отмазок со стороны карты нету чтобы тебе нужно было именно какой-то хороший рокет дать принципе возможно это недостаток опыта с ракетами потому что и вот этот следующая ракета была до с 800 на 1000 то есть ракета в 200 псов это конечно тоже не очень хорошо большинство вопросов сразу скажу закрываются в дефраге с с наигранностью то есть с опытом да и чем больше ты играешь естественно тем лучше ты становишься но при этом нужно себя контролировать как ты играешь потому что если ты постоянно играешь на похуй типа и ты не особо паришься что-то там сделал неправильно где можно по глупо лучше сделать было там еще что-то то у тебя всегда так и будет как бы но если ты смотришь за собой и стараешься анализировать можно даже всегда очень очень легко это делать не обязательно делать во время игры и вот поставил там time какой-то который тебя в принципе вроде устраивает тебе он приятен ты идешь смотришь демку и смотришь как бы со стороны где-то может быть ты circle сделал плохой где-то ракета плохая где-то плазма плохая вот эти вот моменты вычисляешь и уже в следующий раз когда ты играешь ты уже точно знаешь что вот здесь тебе надо лучше например таким образом ты как бы себя дисциплинируешь можно так сказать ладно поехали дальше ну дальше вроде не особо будет чего сказать флики с ракеты хорошие но все равно ракеты я бы конечно поиграл побольше давайте 016 я не знаю ну тут тут не очень наверное очень хорошие ракеты и здесь вроде бы надо бы да как бы набирать скорость то есть после рампы у нас здесь задача какая у нас типа получается две зоны карту всегда можно поделить на несколько зон где у тебя сбрасывается скорость либо не сбрасывается скорость но плана может не всегда как бы некоторые карты просто one flow так сказать ну говоря про эту конкретно и про много других множество других карт давай так скажем можно определить несколько зон сброса скорости первое это вот эта рампа да давай давай сам на начало здесь ты набираешь определенную базу скорости 1400 и здесь ты ее сбрасываешь и получается что ты типа набираешь с нуля и во всех таких моментах нужно понимать можешь ли ты набирать не с нуля то есть какие варианты у тебя чтобы вот это вот ресет скорости он произошел как можно плавнее или как можно быстрее так сказать в этом случае я не уверен еще кстати насколько старые демки я не посмотрел там по датам и не уверен насколько космонавт в них уверен что они как бы актуальны но будем говорить о том что есть за вдруг все равно будет что-то полезно в данном случае так как это ресет скорости и здесь рампа то что мы можем сделать мы можем начать поворачивать до этой рампы то есть здесь ты просто вписываешься вперед разворачиваешься и прыгаешь жмешь вперед здесь все верно как бы до 320 смысла стрейфить нету ты ты кнопочкой вперед себе скорость набираешь но ты можешь начинать чуть-чуть поворачивать до этой рампы и прыгать на нее уже в типа во время поворота в таком случае у тебя не сбросится скорость до нуля она сбросится там до двухсот условно и это уже будет быстрее потому что ты начнешь после рампы с начнешь стрейфить быстрее у тебя вообще поменяется возможно спейсинг и ты где-то там минус джамп из-за этого сделаешь то есть вот такие моменты они в принципе казалось бы мелочь что у меня там 50 плюс 50 минус упсов но это все очень важно на самом деле здесь в целом все в порядке вот этот прыжок тоже он не особо важный в том смысле что где находится джампад вот он да то есть ты делаешь прыжок и ты ждешь еще очень много времени пока упадешь еще и скорость приходится сбрасывать то есть ты вообще его перепрыгиваешь по идее очень сильно перепрыгиваешь давай вернемся к этому джампаду подальше в целом выглядит как бы хорошо но вот эти вот маленькие моментики всегда можно исправить что мы здесь сделаем если мы подлетаем примерно к джампаду но мы не долетаем и как бы другого варианта нет в таких случаях нужно не прыгать а просто идти вперед у тебя когда есть какая-то базовая скорость ты же не мгновенно там до 320 скидывай ну на взгляд это мгновенно но на самом деле ты типа еще по инерции как бы эту скорость сбрасываешь правильно поэтому здесь ты можешь просто даже если ты сделаешь все то же самое в демке в этой ну то есть в своем прохождении сделаешь все то же самое что и в этой демке все те же скорости да давай возьмем все как бы всю ту же базу но здесь ты не прыгаешь а просто идешь вперед и заходишь пешком на этот джампад твой тайм уже будет быстрее там типа на 300 или 400 вот настолько это критично такие моменты тоже надо знать и это касается теле ну телепортов скорее нет джампадов каких-то падений то есть если где-то яма в которую тебе надо упасть на у тебя прыжок пиар прямо перед ямой я не знаю там там не будет вроде в дымках может есть но я может быть не помню любые ямы и любые обы которые делаются вниз да всегда у тебя задача начинать падать быстрее так и здесь у тебя на джампад у тебя задача попасть на джампад как можно быстрее это это следующий ресет типа скорости то есть тебе нужно от рампы до джампада как можно быстрее дойти и вот это вот эти лишние пол прыжка которые ты просто падал на джампад они очень негативно сказываются на тайм здесь опсы джампада мы его не считаем принципе здесь стиле джамп как бы но я не знаю умеешь ты делать или джампы или нет будем считать что умеешь не очень хорошо но тележамп и по-хорошему бы уметь конечно здесь тоже видишь у тебя получается как у тебя дабл джамп из телепорта и ты прыгаешь типа ты прыгаешь вот ну где-то здесь до условно и и ты будешь вот яма вот про то что про то что мы говорим да здесь нету варианта соскользнуть просто с этого подъема чтобы не делать лишний прыжок потому что там об нам надо словить с прыжка да но что ты можешь сделать чтобы прыгнуть раньше чем вот это ты можешь не делать дабл джамп из телепорта то есть в этом случае если ты видишь что у тебя спейсинг всегда например получается под дабл джамп телепорт в этом случае ты тоже просто идешь пешком в этом это нормально то есть на стадии этой игры тебя никто по голове как бы не ударит что ты там ой мог бы спейсинг изменить мог бы сделать вот так а просто беги побыстрее и все получится нет это так не работает нужно манипулировать в принципе тем что мы имеем на самом-то деле и здесь вот у тебя то есть если ты захочешь улучшить эту карту тебя вот уже целых три места где ты можешь попробовать что-то другое то есть попробовать наилучший вариант для себя здесь ты не делаешь дабл джамп из телепорта при этом желательно подучить теле джампы теле джампы учатся я надеюсь ты смотришь внимательно можешь зайти на капкорп тиджей эта карта стиль джампами можешь там попробовать если у тебя будут проблемы стиль джампами не знаю ролика у нас нет по теле джампом ну не знаю спроси зерга и в конце концов пусть помогает вот я не очень хочу просто в теле джампы вникать в плане обучения кого-то специально я я лучше может быть ролик сделаю если в этом будет необходимость в общем-то здесь ты очень долго падаешь по идее то есть можно побыстрее тоже и следующий следующий момент здесь как бы ты просто поднялся и прыгаешь вперед но здесь же стенки везде и вот это тоже надо смотреть я я опять же не уверен возможно сейчас возможно это демка просто обки по с прошлого месяца и ты сейчас такой смотришь блин да вот так-то так надо то есть ты может быть это все знаешь но в тот момент ты этого не знал и не делал либо не видел таких возможностей и не делал этого но в любом случае для всех опять же раз то публичная запись будет наконец-то так сказать то по этой стенке нужно плазмить по этой стенке нужно плазмить а плазмить это всегда быстрее чем стрейфить какие дела так элку арка давай посмотрим по поводу пустов я тут прямо в принципе не подскажу да то есть на тему уроки бустов у нас есть целое видео на канале поищи как делать рокет бусты в целом как бы вот ты его сделал ты выстрелил ты чуть-чуть проскользил и ты прыгнул возможно ну я бы не сказал что ты боишься потерять скорость тут скорее момент отсутствие опыта и наигранности с пустами на ракете и если как бы вообще если ты хочешь например именно под задрочить рокет ргб давай будем говорить терминами если ты хочешь под задрочить ргб ты просто например берешь там пишешь мне плядь буди хочу забить знач на варкапы хочу поиграть ргб недельку дай мне там карту штучки 3-4 я тебе дам карт и ты их просто играешь вместо варкапа если ты пропустишь варкап ничего страшного не случится без тебя там никто не умрет так сказать наоборот ты подрастешь и научишься чему-то пока там варкап какой-то идет но и например ты решишь что если варкап не очень интересный для тебя ты будешь играть другие карты которые тебя будут развивать и это работает именно так в том плане что если ты хочешь научиться делать ргб тебе карты где там один ргб надо сделать где-то посреди карты она тебе не поможет вообще если ты хочешь научиться ргб нужно просто взять яйца в кулак так сказать и дрочить карты которые чисто на ргб вот как лкарка например я лично учился на лкарка я страдал две недели прежде чем я вообще начал понимать как их делать но суть тут как бы тут в принципе я хочу отметить просто хорошее решение так как скорости немного и до стены лететь далеко чтобы сделать выстрел до от стены тут космонавт значит у нас просто стреляет под себя шку и достаточно неплохую кстати на 200 уцов очень даже хорошо в принципе решение неплохое acceptable так сказать но вот если интересует ргб если интересует пгб в том числе никогда не рано этому научиться тем более у тебя уже база какая-то есть уже нормально играешь у тебя руки так стать потихонечку выпрямляются самое время попробовать что-то выучить что-то новое понять в этой игре все ролики есть значит на канале поищи и плейлист я не помню как в дефрак теория по вам называется плейлист так и я видел а вот можно улыбком баран тоже гляну кстати тоже интересная карта ну и церквы церквы надо подучить как их делать у меня просится в код дом домой надо его впустить ну вот типа даже вот тут ты типа ты вроде стрейфишь как бы да но как бы и нет таких моментах конечно ну такое за собой нужно замечать я в общем к этому веду что если ты не доводишь надо прямо типа бля я не довожу у тебя должен быть у тебя должен срабатывать триггер и по что я делаю хуйню и доводить до цегаза возможно ты без него играешь это другой конечно вопрос но тогда у тебя должен быть триггер типа бля у меня скорость не растет тогда вот такой триггер ну тут в принципе все неплохо а у тебя же была ракета ну ладно был я я больше именно для того чтобы вот это вот что ты просто ты пропрыгал типа прыжка 4 и вообще скорости не получил вот такие моменты нужно отсматривать но это видимо к это старенькая вот эта дымка кстати space cat пока еще не космонавт пока еще не мкс ну здесь да это видимо старая дымка не будем идет а мы посмотрим конечно мы мы не будем ее подробно разбирать я думаю сейчас ты сделаешь гораздо быстрее и уже вот обновленную версию тайма можно и посмотреть ну в общем-то я не думаю что стоит прямо может быть не стоит растягивать до 20 минуточек хватит нам а ну товарный склад вот можно глянуть я его не посмотрел но я карту знаю товарный склад тоже интересная в общем-то это больше на фон карта приятная ну вот отличные же вообще ракеты то есть человек знает что он делает человек знает понимает и это всегда приятно смотреть такое и как вы под себя шки это очень классно что ты их просто берешь и делаешь никаких трудностей у тебя ну возможно никаких трудностей у тебя с этим не возникает в общем-то основная суть ты можешь типа ты можешь конечно типа такой да понятно как вот на все моменты до которые я сказал 016 до фвц бак 43 лк арка но правил карка не особо там что-то да можно можно найти еще конечно всяких кстати изъянов когда можно зарыться совсем глубоко но суть такая что из того что я вижу как бы я не уверен опять же насколько старая например 016 вот эти вот базовые моменты особенно с прыжками там дочь до джампада с прыжками до оба их нужно прямо высекать должен быть триггер что типа здесь я слишком типа слишком поздно начинаю падать или здесь я почему-то очень много теряю типа что лишний прыжок перед джампадом так я извините кота пущу 50 50 61 73 55 62 65 66 62 63 63 55 66 63 64 66 68 свои демки или нет, но как только ты начнешь смотреть демки свои почаще и начнешь видеть, где ты не доиграл, так сказать, не дожал, и начнешь это искоренять, как бы ну, не искоренять, а как бы улучшать свой тайм, вот, например, 0.16, я тебе сказал, да, что улучшить, что-то возьми, я не говорю, бери все, я не говорю, что нужно сразу все изменить, но, по крайней мере, хотя бы старт, вот этот вот поворот после рампы его нужно попробовать сделать чтобы прочувствовать, как это вообще работает место, по сути уникальное, как бы его не встретишь на тысячи карт но, ты никогда не знаешь когда ты его встретишь и встретишь ли вообще, поэтому дефраг отчасти больше, типа, про импровизацию, но есть и какие-то основные так сказать, основные аспекты, которые применимы ко всему например, что вот этот ресет скорости на рампе, там можно начинать поворачивать заранее у тебя будет чуть больше скорости этот момент с джампадом он вообще всегда и везде встречается момент с обами, с падением там, стиль джампами тоже везде всегда встречается то есть вот эти моменты базовые их нужно учитывать их нужно пытаться исправить ну и в целом все если я не знаю ну нужно, в общем работать над ошибками я даже так не знаю что-то я заблудился в своих мыслях что я хочу сказать ну товарный склад очень хороший мне понравилось то есть это, видимо какая-то свежайшая ну и конечно то, что ты там не пострейфил это да это надо исправить в общем-то я не знаю наверное все наверное все вообще если если я не знаю ну во-первых спасибо космонавт что отозвался так сказать и скинул своих демок но я надеюсь это видео было для тебя хоть чуть-чуть полезным это у меня первый опыт именно на русском языке на русском как-то тяжеловато плюс я плюс обычно надо голосом конечно друг с другом общаться но тут привалило так сказать работаю сегодня поэтому я просто пишу уже не это пишу потому что есть время времени больше нет в общем надеюсь что было видео полезным остальным ребяткам кто хочет любые скиллы абсолютно любые скиллы чем выше скилл тем интереснее как бы зарываться в детали да потому что какие-то базовые вещи исполняются а вот уже какие-то такие нюансики интересные они уже бывают пропадают из виду и высокие скиллы конечно поинтереснее разбирать ну в плане что возможно новичкам именно поинтереснее смотреть какие что смотреть что топовые игроки тоже не идеальны если кто-то хочет также принять участие так сказать в этой акции пожалуйста отправляйте мне только не пак демок чтобы я смотрел каждую я на мне на обзорах демок вот так хватает по горло вот честно я тут конечно я не все посмотрел я посмотрел те которые карты которые я знаю как я сказал в начале и ну кроме товарного склада я ее загрузил да при вас скидывайте мне типа две я не знаю три демки можете вообще скинуть одну но какую-то хорошую да если если вы считаете ее хорошей мы можем подробно именно по этой демке по этой карте посмотреть и в принципе вот таким же макаром что какими-то общие про какие-то общие вещи мы обязательно поговорим в общем-то на этом наверное все спасибо космонавту еще раз надеюсь еще раз еще раз надеюсь что было полезно если было не полезно пишите в комментариях если узнали что-то новое пишите не узнали что-то новое тоже пишите будем улучшать это так сказать пилотный выпуск будем улучшать процесс что-то придумаем в общем-то всем спасибо так сказать за просмотр спасибо еще раз космонавту и всем пока Продолжение следует...